Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим очень популярный польский торт Карпатка, который состоит из заварного теста и заварного крема с добавлением сливочного масла. По своей сути это такой большой эклер. И в начинку мы добавим еще ягодную нотку. Начнем с приготовления заварного крема, потому что ему нужно будет хорошо остыть. Для него нам понадобится 350 грамм молока, 100 грамм сахара, 30 грамм кукурузного крахмала, 2 яйца и ваниль. В сотейнике с толстым дном соединяем яйца, сахар, крахмал, добавляем ваниль по желанию. У меня это ванильная паста, можете использовать ванильный сахар. И хорошо перемешиваем венчиком, чтобы масса стала однородной, без комочков. Примерно вот такого состояния нужно добиться, долго взбивать не обязательно. Далее добавляем молоко, все еще раз хорошо перемешиваем и отправляем на средний огонь. При постоянном активном помешивании доводим массу до кипения и затем провариваем еще минутку-две до загустения. Не забывайте, что крахмал начинает работать именно после кипения. Крем нужно хорошо заварить. Обязательно активно перемешивайте венчиком, чтобы не образовывалось комочков. Если они все-таки появились, ничего страшного, массу можно пробить блендером, либо протереть через сито. Готовую заварную основу переливаем в какую-нибудь чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт. И теперь этой массе нужно дать хорошо остыть. Я ее убираю на пару часов в холодильник. Можно оставить при комнатной температуре, но тогда процесс займет намного больше времени. Масса должна остыть до комнатной температуры. Далее приготовим заварное тесто. Здесь, как всегда, все очень просто. Нам понадобится 70 грамм муки, 50 грамм воды, 50 грамм молока. Они у меня налиты в одном стаканчике. Далее 45 грамм сливочного масла, щепотка соли, щепотка сахара и 120 грамм яиц. Итак, в сотейник с толстым дном отправляем сливочное масло, молоко, добавляем щепотку соли, щепотку сахара и на среднем огне доводим массу до кипения. Прежде чем молоко закипит, очень важно, чтобы сливочное масло полностью растопилось. Когда сливочное масло растопилось, жидкость закипела, огонь уменьшаем до самого минимума и всыпаем просеянную муку. Всю сразу в один прием и быстро и очень активно завариваем тесто. Хорошо перемешиваем. Масса должна стать однородной, без комочков муки и собраться в шар. После чего нам необходимо тесто просушить, выпарить из него лишнюю жидкость. Делаем это также на минимальном огне при постоянном помешивании до того момента, пока на дне сотейника образуется так называемая бархатная пленка. Происходит это достаточно быстро, буквально в течение 1 минуты. Все, заварное тесто готово. Снимаем его с плиты и перекладываем в другую чашу, чтобы оно побыстрее остыло. Когда тесто немножко подостынет, будет уже не таким горячим, можно добавлять яйца. Делаем это в 2 приема, каждый раз тщательно перемешивая. Тесто от яиц немножечко расслаивается, получается таким неоднородным. Это нормально, продолжайте вымешивать, по мере вымешивания оно вновь обретет вот такую вот гладкую текстуру. Вот таким в итоге должно получиться тесто, чуть больше, более густым, чем тесто на эклеры. Делим его на 2 равные части, я это делаю с помощью весов. И выпекаем. Форма диаметром 18 см, застеленная бумагой для выпечки. Если у вас в наличии только одна форма, ничего страшного, вы выпекаете первую часть теста, вторая часть в это время подождет в своей очереди при комнатной температуре. Распределяем равномерным слоем, сверху можно присыпать миндальными лепестками и отправляем выпекаться. 190 градусов, режим вверх-вниз без конвекции, выпекаем примерно 20 минут. Пока коржи выпекаются, приготовим вишневый конфитюр для начинки. Для него нам понадобится 300 грамм вишни без косточек, примерно 40-50 грамм сахара, добавляйте по вкусу, и 8 грамм кукурузного крахмала. В последнее время я даю предпочтение вот этому производителю замороженных продуктов, который называется свой урожай. Ягодки всегда целые, красивые, всегда спелые, очень сладкие. Пробовала у них не только вишню, но и клубнику, и черную смородину. Качество действительно очень хорошее, поэтому смело вам рекомендую. Приобрести можно в любых крупных супермаркетах. Итак, вишню необходимо разморозить. В сотейнике с толстым дном соединяем сахар, кукурузный крахмал, и хорошо перемешиваем. Необходимо, чтобы крахмал равномерно распределился в массе сахара, чтобы потом при варке не образовывалось комочков. Далее добавляем размороженную вишню, прямо с жидкостью, жидкость не сливаем. И осторожненько перемешиваем лопаткой. Отправляем на небольшой огонь. И при постоянном осторожном помешивании доводим до кипения, после чего увариваем примерно 30 минут. До легкого загустения. В итоге у нас получается вот такой очень красивый ароматный вишневый конфитюр. После остывания он станет чуть-чуть более густым. Пока отставляем его в сторону. И вернемся к коржам. За время выпечки они должны хорошо подрумяниться. Ножом проходимся вдоль стенок формы. Снимаем форму. И корж перекладываем на решетку до полного остывания. Если печете коржи по очереди, можно даже не менять бумагу. Выкладываем вторую порцию теста и вновь отправляем выпекаться. Обратите внимание, коржи получаются неровными. В этом как раз и заключается фишка этого торта. Он называется Карпатка в честь гор. Карпат. Поэтому чем более неровными у вас получатся коржи, тем даже лучше. И теперь можно завершить приготовление крема. Помимо остывшей заварной основы нам еще понадобится 130 грамм сливочного масла. Здесь есть несколько важных моментов. И сливочное масло, и заварной крем должны быть одной температуры. Оптимальная температура для взбивания сливочного масла составляет примерно 20-21 градус. Вот заварная основа должна быть этой же температуры. Причем перемешайте и проверьте, что внутри она тоже полностью остыла. Для начала взбиваем сливочное масло. Очень важно хорошо его взбить примерно 4-5 минут на высокой скорости. Масло используем хорошее, качественное, жирностью 82%. Когда сливочное масло хорошо взбилось, посветлело, увеличилось в объеме, начинаем буквально по 1 столовой ложке добавлять заварную основу. Каждый раз тщательно взбивая. У некоторых при приготовлении данного крема возникают сложности. Крем расслаивается. И происходить это может по многим причинам. Во-первых, если вы плохо уварили заварную основу, в ней осталось много жидкости, масло просто не сможет эмульгировать в себя вот эту лишнюю жидкость. Плюс обязательно масло нужно хорошо взбить. И обязательно, чтобы масло и крем заварной были одной температуры. Тогда у вас получится вот такой красивый, пышный, однородный крем. Крем готов. Коржи остыли. Начинка вишневая тоже остыла. И можно собирать торт. Можно собирать в той же самой форме, в которой вы выпекали. Я собираю в кольце. Бортики обязательно проложить либо ацетатной лентой, либо бумагой для выпечки. Выкладываем первый корж. Примерно половину вишневого конфитюра. Далее выкладываем весь крем. Крема в тортике получается достаточно много. Кстати, если вы не любите вот такой заварной масляный крем, вы можете приготовить совершенно любой другой крем, который вам нравится. Распределяем равномерным слоем. Выкладываем вторую половину вишневого конфитюра. И накрываем оставшимся коржом. Можно накрыть пищевой пленкой. И далее убираем торт в холодильник на несколько часов, чтобы крем хорошо стабилизировался. Можно на ночь. Итак, торт Карпатка готов. Убираем форму, удаляем ацетатную ленту. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой. И можно наслаждаться. Нежное заварное тесто. Очень вкусный крем. Плюс кислинка вишни. Все это так идеально балансируется. Если вы любите эклеры, вам обязательно понравится этот торт. Потому что, по сути, это такой большой эклер. Очень вкусно. Обязательно пробуйте. Но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok